Ну и в один прекрасный момент мы сидели, обсуждали или планировали, не помню точно, завтрашние действия на наше служение, и я ее взял за руку и сказал, что у нас будет много детей, у нас будет свой дом, я люблю цветы, мы засадимся цветами. В этот момент я испытала шок, дикое удивление вообще, потому что я в принципе его никогда не рассматривала как своего мужа, как внешне, как человек, за которого бы я там смотрела и говорила вау, не было такого. То есть идеал мужчины вообще был противоположный абсолютно, но после этого момента, когда он мне признался в любви, что-то внутри меня изменилось. Мы начали дружить, приглядываться и случилось так, что мне пришлось уехать по моему служению в другое место. Мы созванивались долгое время, там общались по телефону, но этого было мало, и даже ругались по телефону. Я, короче, позвонил и сказал, все, ты жена, или ты мне не жена, давай лучше разойдемся, я не хочу дальше строить отношения. Когда он мне сказал, что мы расстаемся, что у нас ничего не будет, я испытала боль, разочарование, я не понимала вообще, как так, что... Инициатива была от него изначально, он мне в любви признавался, он такие клятвы, он смотрел в небеса и обещал ему и Богу, все это, моя жена и мы будем вместе на всю жизнь. И тут я просто, не знаю, офигела. Я говорила, как так вообще? Я помню, мы ехали в машине с братьями, с ребятами, и они мне говорят, Саня, ну, Надя, это точно не твоя жена. И тут у меня в сердце что-то ёкнуло, как будто что-то прям сломалось, какой-то, может быть, замок отпал. Ну, и она даже не подозревала, я приехал, я ей сказал, говорю, все, я хочу строить с тобой отношения, она мне не поверила. Ну, конечно, было некое такое недоверие и осторожность. То есть я ему сказала, из-за того, что ты мне причинил боль, из-за того, что ты меня предал, обманул, тебе надо постараться. Чтобы заново добиться, у меня расположение моего сердца, потому что, ну, как бы боль была, да, там, кровоточащая рана такая. Я говорю, тебе надо постараться, чтобы все это заново сделать. То есть мне надо было завоевать, и это тоже для меня определенный был путь. Я как видел, как добычу мужчина, он видит добычу, ему надо ее добывать, и это для меня стало такой определенной интригой. И я думаю, что сделать. Приехал домой вечером, лежал и размышлял, и понимал, что надо заявлять о серьезных отношениях. Он начал ознакомить с родителями. То есть я видела в его отношении уверенность и твердость решения именно создавать семью отношения. То есть он действовал постоянно. То есть готовил все к тому, что у нас вот скоро будет как бы свадьба. В первый год жизни мы не планировали вообще иметь детей, но я думаю, что так случилось все не случайно. Может быть, если бы Надя не забеременела и не родила бы вот это прекрасное создание, это создание, которое нас сегодня сближает. И неважно, поругались мы или у нас есть недовольство, я думаю, что именно ребенок, он нас сближает. Идеально, нет идеальных отношений, идеальной семьи, ругаемся, ссоримся. И знаете, были такие моменты, что лично во мне даже где-то было решение, я хотела развестись. То есть у меня в голове я уже строила планы, все, как это будет. Но из-за того, что у нас брак благословен, мы венчались, какая-то сила, то есть это Бог, он вновь и вновь примеряет нас. Плюс к тому, что у нас есть ребенок, и смотря на него, конечно, сердце мое плавится, уходит и боль, и обида, уходит гордость. И ради него, ради того, чтобы наш ребенок был счастливый, приходится прощать, идти дальше. Ну, мы проходили очень серьезное время, даже, может быть, час проходим. То есть, ну, это привычно, но первое время это было необычно. Это было очень тяжело, потому что в нашей жизни она росла тоже без папы. Ну, и мы... Проект своих родителей. Реально. И это пришло, и знаете, как два, может быть, минуса, которые соединились. И она тянет на свою сторону, я на свою, но... Нитка втрое скрученная, они скоро порвются. Просто понимание того, что мы давали обещания друг другу, и наш брак был заключен на небесах. Ты понимаешь, что назад дороги нет. Что это твое решение, и это навсегда. Моя жена — это я. Потому что семья — это одно целое. Нет разделения между мной и ней. Нет разделения между нашими ценностями. И если мы принимаем какое-то решение, то это принимаем вместе. И если мы делаем какие-то определенные шаги по отношению нашей семьи, то мы это делаем вместе. То есть... Ну, это не может быть яблоко, которое разделено напополам. Это есть одно целое. То есть когда-то мы ходили по одиночке, а сегодня у нас есть одни ценности, одни принципы. Это тот человек, которого я люблю, забочусь о нем, берегу, делаю все, что от меня зависит, как жена, домохозяйка, как спутница. Я помогаю, стараюсь помогать, по крайней мере, во всех делах. Я поддерживаю все его интересы, все, что его волнует, влечет. Я поддерживаю его во всем. Я не могу просто-напросто сказать, это не моя жена и отказаться от нее, потому что я однажды принял решение взять ее как глава семьи. Почему написано, они выходят замуж, потому что они идут замужем. И я взял эту ответственность не только перед ней, но в первую очередь перед самим создателем, который сотворил все то, что мы сегодня имеем и видим. Субтитры создавал DimaTorzok